Минаса, конничи вам! Приветствую вас в онлайн-академии японского языка. Меня зовут Иванова Юлиана, и сегодня мы с вами поговорим о японской азбуке хирагана. Я расскажу вам о том, почему японский язык учить совсем несложно, и лучше это делать на позитиве и обязательно с улыбкой. Итак, японская азбука хирагана появилась примерно в V веке н.э., когда японцы устали писать китайские иероглифы и начали записывать их кистью очень быстро. И таким образом из первых китайских иероглифов стали появляться знаки азбуки хирагана. Например, возьмем китайский иероглиф дешевый. Женщина под крышей. Но когда японцы записывали скорописью, получалось вот так. А потом они решили написать ее более четче. И получился первый знак азбуки хирагана. А. А открывает азбуку хирагана. Второй иероглиф, который послужил основой для второго знака И. Сейчас мы на него посмотрим, какой он был исторический. И выглядело вот так. Потом японцам надоело вот это все. И они написали быстро. Но это им тоже как-то особо не понравилось. И тогда они решили убрать вот эту черту. И получилась буква И, которую мы с вами знаем в азбуке хирагана. Мои ученики часто задают мне вопрос о том, как же выучить азбуку. Тогда я предлагаю им запоминать азбуку хирагана с помощью ассоциаций. Например, я запоминала с помощью вот такой картинки. А. Где зайчик открыл рот и земнул. В азбуке хирагана всего 46 знаков. И А, и У, Э, О. Это слоги, которые ее открывают. Затем мы добавляем эти гласные к согласным и получаем остальные ряды азбуки хирагана. Это. Еще в азбуке хирагана есть озвончение. Таким способом японцы делают добавочные звуки, которых им не хватает. На полном курсе в онлайн-академии я обязательно расскажу и покажу вам все секреты азбуки хирагана. Как ее читать, как ее запоминать, как ее осваивать. Поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх. Учите хирагану, она не сложная. Главное, это делайте с удовольствием и улыбкой. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok